Привет, друзья! Этот влог будет без Катюхи, потому что она уехала в Брянск, у неё там девичник и плюс есть организационные дела по нашей свадьбе. Надо выбрать меню, оплатить 50%, ну остаток мы уже в день свадьбы. Она уехала в Брянск и что классно, то что заблаговременно, за пару дней до этого купила билет, может быть слышали, сейчас RGD в DDoS-атаке и в них тупо не открывается приложение и сайт. Может быть к моменту, когда я сейчас это снимаю, уже всё восстановилось, но вчера не работало, поэтому хорошо, что сделала заблаговременно. И клёво то, что она сегодня проснулась очень рано, заказала мне еды, я тут уже борщец поел и давайте покажу, что она заказала. Ботовуха вдруг интересна. Ну, во-первых, борщ, сметана, колбаса, вкусно ничего, вот эту надо доесть, заказала мне шницель, вот такие клерчики, очень вкусные, 5 штук цветные, попробуйте. Особенно фиолетовые, обалденные. Так, что у меня тут ещё? Блинчики, мясо по-французски, очень вкусное. Сыр, яйца, ну, масло, наверное, не читается. Ну, и там, наверное, в морозилке есть у меня ещё пельменьки. Из-за того, что у меня очень часто рабочие созвоны в течение дня, не всегда получается заказать еду, я думаю, что ребята, которые ведут примерно такой же образ жизни, как у меня и постоянно сидят в презентациях созвонов, он прекрасно меня понимает. Поэтому не критикуйте, что Катюха за меня всё делает, мне, наоборот, от этого по кайфу. Потому что я вам рассказывал, иногда у меня столько созвонов, что я не успеваю, извините, посрать сходить. Просто нет промежутков, даже 5 минут. А когда ты сидишь с камерой, извините, ты же не будешь на толкании это делать? Ну да, я вот признаюсь, бывает такое, что иногда и такое приходится делать, просто вырубаешь звук и камеру, но иногда это сложно. Поэтому Катюха мне помогла, и это очень здорово, что я не останусь без еды. Я понимаю, что впереди выходные, и могу сам это сделать, но сегодня, например, у меня опять сейчас будут созвоны. Немножко с вами поболтаю, и опять за ком. Прошло пару часов, ребят, я так негодую, конечно, вы об этом знаете, то, что сейчас очень сильно подрос доллар. Ради интереса даже посмотрел, сколько стоит сейчас моя видеокарта, которая установлена в моём компе. Видите, 128 тысяч рублей. Раньше она стоила 118 тысяч 490 рублей. Хотя прошло не так много времени. Ну, напишите, что думаете по этому поводу. Потому что я уверен, что всё равно есть такие люди, которые, например, накидали себе железок в корзину в ДНС или в том же онлайн трейде. При этом такие захотели купить, начинают формировать заказ, и хоп, у вас просто ценник на всё вырос на 5-10%. Ну, поделитесь опытом. Про путешествия я вообще молчу, потому что, блин, с таким рублём ехать это пипец. Вот, например, мы в Тай, когда заезжали, доллар стоил 60 рублей, сейчас 93 уже. Ну, или сколько он там. То есть, условно, жильё, которое мы снимали, оно подорожало вот просто на ровном месте на 30%. Вообще, не знаю, как путешествовать с таким курсом. Ребеди, вы только не подумайте, что это реклама. Хотел вам рассказать про приложение Threads от Meta. Meta это у нас Instagram, Facebook, WhatsApp и вот это всё. Запрещенная организация в Российской Федерации. Оно, короче, уже возглавило топ российского App Store в день запуска. Так, у меня телефон погас. Это, короче, аналог Twitter. И Цукерберг говорит, что там уже больше 30 миллионов регистраций. Первое место приложения также заняло в американском и британском App Store. В России Threads работает только при включённом VPN. При входе сервис предложит вам импортировать данные из Instagram. Там никнейм, имя, описание, аватар или подписки. Есть алгоритмическая лента. Ну, короче, вот такая приколюха. Тут пока в сервисе нет никаких платных опций рекламы. Может быть, потому что мы русские. Ну, короче, попробуйте. Если вам интересно, я иногда во влоге буду вставлять такие приколюхи, которые читаю на сайте VC. Ну, если что, сами заходите. Офигенный сайт. Ну, и на всякий случай я показал это не для того, чтобы на меня подписывались, а сами просто скачали и позырили. Ребята, я прошу прощения, но с этого влога я снова буду снимать Full HD, потому что 4К качество жрет батарею просто неимоверно. Я прям не могу. Батарейка съедается на глазах. И мне нужно просто их столько накупить, а учитывая, какие сейчас цены, не очень хочется это делать. Ну и так вот, к слову, я на своем телеке здоровом 75 дюймов запустил свои видосы Full HD. Они очень клевые. И здесь картинка, несмотря на то, что качество не очень, разрешение вернее высокое, гораздо лучше смотрится, чем 5.3К с GoPro. Ну, просто хорошая камера. Хороший объектив и картинка мне нравится. Ну, может быть, кто-то будет ругаться, кому-то недостаточно, но правда, ребят, я прям не хочу батарейки, блин, каждые полчаса менять для того, чтобы просто было все в 4К. А это уже моя личная рекомендация, только ни в коем случае не подумайте, что это реклама. Кабель от компании VECOM. Стоит он в онлайн трейде 1299 рублей. Чем он мне нравится? Он в оплетке, то есть очень крепкий. Но еще прикол то, что им можно заряжать в макбуке. Он поддерживает качество 8К. И, конечно, для меня самое важное, это скорость передачи 40 гигабит. То есть я их использую, например, для зарядки своего ноута, для своего внешнего диска, потому что он тянет эту скорость. И по стоимости, как мне кажется, вообще офигенной. Потому что именитые кабели, они, блин, стоят по 3-4-5 тысяч рублей. А это дешево и работает. Сейчас дойду до комнаты и покажу, что я им заряжаю свой макбук. Вот тут у меня на полу лежит вот такой кабелек. Вот в оплетке. Сейчас мы возьмем ноут с вами. Я вам покажу, что идет зарядка. Потому что всякие дешманские кабели, они просто не работают. О, слышите? Пошла зарядочка. О, навелся. Ну и по поводу дозатора для мыла. Короче, ребят, я в итоге накатал отзыв, что нифига не работает ваш девайс. Они ответили, что внимательно прочитайте инструкцию и обязательно измените отзыв. Я им в ответ накатал огромную телегу. Не получается его включить. Я туда и батарейки новые вставлял. Ну, я это вам показывал. И у них, кстати, в комплекте шли вообще полностью разряженные. То есть они девайс свои не проверяют и борются исключительно за отзывы. И таких продавцов на самом деле миллион на Озоне. Напишите тоже в комментариях, если у вас были какие-то негативные истории с заказа с Озона. Ну, потому что вот у меня первый раз такая фигня. Просто не работает. Моргают вот эти пипки, но мыло не выдавливается. На всякий случай мыло у меня оригинальное, японское, которое в другом дозаторе нормально льется. В следующем влоге, уже выходные, мы с вами, наверное, выберем новую рубашку у меня на свадьбу. Потому что вот этот кусочек ткани, платье, который будет у Катюхи на свадьбе, оно с желтым оттенком, таким молочным. Моя же рубашка, она с синим оттенком. Ну, видите, да, разницу? И выглядеть это будет, наверное, странновато. Вот, поэтому поменяем. Да, алла. Ну, что, ты добралась у меня? Только-только зашла, да, сейчас вот руки мою. Ну, не устала? Сейчас писять. Все хорошо? Ну, так, нормально. Я уснула там минут на десять, и что-то неудобно было, опять все разболелось и проснулось. Так что не поспала особо. Ну, так, глядово смотрела. Понятно. А по поводу еды, что-то заказывали? Нет. Ну, я в теремке взяла с собой туда сырники, и сырники там поела. Ну, не голодные. Да, нормально. А в поезде еда такая, что у меня постоянно то тошнит, то и жога от этой еды. Не хочу я там есть. Боюсь. Ну, да, я как раз и хотел поинтересоваться, потому что негативно, и у тебя какой-то опыт. Да, да, да. Ага, понятно. Ой, персик, господи, красавчик. Привет. Ой, ой, он упал. Ну, ничего. Я думаю, он выживет. Ну, ладно, привет семье. Я сейчас, наверное, не знаю, может, через полчасика поеду прокачусь. Кофейку себе возьму. Эх, без меня. Да, без тебя. Ну, давай. Привет всем передавай. Хорошо. Давай, целую. Давай, целую. Мне кажется, мы нарушаем традицию. Раньше я очень часто вам рекомендовал разные продукты из вкусвила. Вот сейчас прям очень хочется вам рассказать про вот этот напиток малиновый с мятой. Офигительный. Не очень сладкий, освежающий. Плюс я люблю и малину, и мяту. Для меня это комбо. Так что обязательно попробуйте, если в вашем регионе есть вкусвил. Я думаю, вы спасибо скажете. Немножко расстраиваюсь. Пятница вечер, а погодка так себе. 22 градуса, облачно, солнышка нет. При этом в будни сидел с этими презентациями и рабочими делами. Было офигительно. Вот как назло. Запросили еще побольше рассказать про компьютер. Ребят, ну я честно не знаю, что именно сказать. Потому что он работает быстро. Тут два монитора. Отличная видеокарта. Если кто пропустил, здесь у меня 4080 стоит вот такая версия. Гейминг X-Trio от MSI. Единственное, от себя добавлю, что я стал избавляться от беспроводных девайсов. То есть у меня проводная клавиатура. Это Q3 от Keychron. Мышка Viper 8K. Единственное, она мне не нравится, то что скрипит. О. Слышите, да? И проводные наушники. Ну, потому что меня уже заколебало, если честно, заряжать все девайсы. То мышка сядет, то, блин, наушники в какой-то такой неподходящий момент. Поэтому проводов много. Вон, видите, у меня на фоне не очень красиво все это. Но зато мне приходится заниматься подзарядкой. Сейчас созванивался с Катюхой. Она такая спрашивает, а ты поедешь кататься на машине? Я говорю, ну да, сейчас соберусь, наверное. Возьму себе кофейку, послушаю музыку. Она такая, блин, а что же мне делать? Взять что ли машину на полтора часа и гонять с кофе по Брянску? Ну, я, конечно, посмеялся. Она очень привыкла к этому ритуалу. То, что после работы мы вот так вот садимся и начинаем выбалтывать друг друга. Всякие сплетни обсуждаем все, что произошло за день. Какие-то рабочие моменты. Нам это очень нравится. Многие, конечно, нас критикуют. Говорят о том, что мы просто тупо жгем бензин. Но для нас это классный ритуал. Причем мне в личку достаточно много людей писало то, что, блин, мы раньше так не делали, насмотрелись на вас, и у нас тоже появился такой ритуал. То есть мы гоняем за кофе, болтаем. Это определенная степень сплочения с вашей половинкой. Потому что, ну, вы находитесь рядом, начинаете говорить. Потому что даже не все пары умеют это делать. То есть каждый по своей комнате разошелся, а тут вот такой элемент социализации. Катьке этого не достает. Ну, а я сейчас уже буду собираться и поеду. И обязательно залетайте на стрим, который пройдет в воскресенье в 20.00 по МСК. Ну, и там поболтаем. Все, ребят, спасибо.